салют он здравствуйте товарищи продолжаю приглашать вас стать программистами с нуля даже если вы никогда не думали о том что вы станете программистом тем более если вы программист и продолжаю приглашать вас объединиться в единое большое народное предприятие советские роботы задача которого стать одним из крупнейших в мире предприятий сфере информационных технологий тем более предприятием народном предприятии но также немножко грустные новости сегодня о том нет у нас все получается но в целом у нас у коммунистов не получается немножко слов об этом напоминаю что это техноком мы создаем всемирные советы строим коммунизм и делаем это при помощи создания всемирной автоматизированной системы техноком первый блок системы это умная социальная сеть которая помогает нам объединяться народные предприятия профсоюзы советы образовательные проект и многое другое второй блок роботизированное производство и 3 блока которым мы сейчас но я в том числе начали говорить это виртуальный мир универса коммунистический виртуальный мир в общем давайте по порядку в начале а наши образовательные программы я напомню под этим видео будет ссылка на предыдущее видео а под ним ссылка на предыдущее видео об одним ссылка на предыдущее видео и там очень подробно рассказано что мы объединили различные программы обучения которые уже здесь и сейчас все вы можете найти в интернете они все есть просто информации куча и постоянно на вас валится то что за большие деньги мы взяли бесплатно объединили их список раз два три 4 5 по пунктам добавили туда свои практики как это быстрее лучше на реальных задачах усвоить и благодаря этому мы берем людей и за несколько недель они доходят до минимальных рабочих задач в рамках которых уже окончательно дальше обучается программированию в сфере и вообще знанием серии информационных технологий установка операционной системы юных linux и так далее так далее в общем вы тоже можете стать программистом под этим видео будет ссылка на документ где будут общее описание ссылка на мою контактную информацию напишите пожалуйста мне например в телеграме я дам вам информацию о наших образовательных программах которых четыре штуки сфере программирования вы сможете благодаря товарищескому плечу благодаря бесплатному использованию ресурсов различных в общем шаг за шагом обучиться стать программистом и объединиться с нами в создании народного предприятия давайте сколько курсантов у нас сейчас на текущий момент я оглашу значит когда я записывал записывай то в прошлую субботу это было 23 числа насколько я помню нас концу дня по мы 53 человека было сейчас 61 курсант немножко сбавили так сказать накал оборотов по приглашению людей то есть уменьшили количество источников где начали приглашать людей потому что у нас возникли некоторые сложности как сказать с организацией количество людей потому что недостаточно еще пока автоматизации сейчас об этом тоже расскажу смотрите но какие важные достижения во первых что наиважнейшее у нас наконец-то записан стратегический план развития техноком и народного предприятия производственный кооператив советские роботы из которой выходит дальше и развитие второго нашего созданного народного предприятия производственный кооператив советская типография я использую все знания навыки которые есть у меня в то время которое было поставлено успел дописать 21 страницу мелким текстом теперь это перешло в совместную работу там еще много чего нужно доделать в том числе ну для развития народных предприятий как предприятий как экономических субъектов нужно еще более качественные бизнес-планы составить экономические и организационные все остальные планы но соответственно базовая информация в общем плане развития на сказать наконец конец 2019 начала двадцатого года написано благодаря этому в одном месте люди наконец-то смогут все увидеть прям кто осили 21 страницу мелким текстом тот конечно сможет усилий увидеть что было сделано об этом я тоже сейчас немножко поговорю что есть сейчас и что нужно сделать чтобы достигнуть определенных результатов как общественно важных создания ресурсов систем которые позволят людям объединяться для создания коммунистического общества так и в более мелкие задачи в том числе для создания вот ну народных предприятий в целом и конкретного народного предприятия производственных оператив советские роботы в частности это важное достижение второе достижение мы вот у нас случилась ситуация когда там например человек устанавливал себе операционную систему linux ubuntu и соответственно он убил немножко себе компьютер у нас есть определенные определенные инструкции как это делать у нас есть но они были недостаточно качественно доработаны на тот момент у нас есть чат поддержки и мы там сутки чуть практически человеку помогали как это сделать но когда вот человек раньше мало работал с какой-то информации находится где-то вдали и скажем так он не до конца может быть он пытался сообщить больше информации а мы поняли меньше информации ну товарищ кто у нас соответственно учайте соответствующем чате оказывают их поддержку и в общем так или иначе исходя из-за прорезший так сказать в нашей методологии по которой инструкции в которой который мы уже исправили после некоторых так сказать событий в общем случилось что что называется ноутбук кирпичнулся это первый убитый нами ноутбук но поскольку очень важная вещь о которой я сейчас хочу рассказать почему важно почему вас раньше например если вы пытались стать программистом или думали о том чтобы стать программистом и у вас не получилось либо вообще вас что-то напугало это потому что нет коллектива который вас поддержит как знаниями так и в принципе ресурсов вот вы у вас кирпичнулся да там отнести его в ремонт оказалось 2500 рублей кто-то кто живет центральном регионе скажи что так дешево это потому что не центральный регион 2500 рублей совсем под фарш да там сделает так вот а поскольку эта задача была поставлена перед человеком коллективом да есть коллективная ответственность у нас есть определенный материальный фонда из которого там товарищи мы вместе сбросились и товарищу оказали эту поддержку финансовую то есть получается что вот коллективная работа она важна не только еще раз повторюсь это очень важно это очень важно в современном мире что не просто обменом знаний но и просто ну материальной поддержкой друг другу и я понимаю что скажет а сейчас к вам придут мошенники которые с вас начнут трясти там капать слезой трясти деньги мы это понимаем я не говорю что у нас сейчас абсолютная защита от этого просто у нас есть определенный план действий и опыт об этом это же сейчас скажу об этом очень важно благодаря которому мы в общем так или иначе защищены от какого-то таких мошеннических действий поэтому и ну и много-много всяких вещей которые мы делаем в том числе ведем соответствующий реестр соответствующий реестр взаимопомощи чтобы не было каких-то там вещей что но в результате коллективного задания человек совершил определенное действие получил определенные так сказать материальные минусы до его коллектив поддержал а потом знаете это пойдет как легенда какая-то через какое-то количество времени там не знаю там ну через сколько-то лет может быть знаете будет это легенда она преобразуется и будет там речь о том что там вроде как человеку убил человека да а мы вот тут сбрасывали с деньгами там чтобы его там отмазать но в общем какие-то такие абсурдные вещи могут произойти не потому что кто-то плохое потому что вот информационное пространство она так устроена и об этом и сейчас тоже скажу и скажу это кратко так вот она так устроена что если не оказать эту самую помощь и некачественно это зафиксировать где написать что нужно было сделать какая задача оставилась коллективом какой получился результатом фотографии со всех сторон вот эти все вещи то тогда это может исказиться мы это понимаем и мы работаем по возможности максимально эффективно в этом отношении в общем есть стратегический план товарищи учатся и взаимоподдержка наша вышла на новый уровень я приглашаю и мы можем еще раз присоединиться к нам стать программистом стать с нуля обучиться кто-то скажет а какие языки программирования это не столь важно потому что мы постепенно изучаем full стек full стек это значит вот всю ширину просто с разных направлений если прям интересно да это java script и python но это это не о чем не должно говорить по сути потому что на них на чистом java script и по это не сейчас мало что делается в каких-то таких крупных проектах это есть целые фреймворки библиотеки в общем все вот это самое крутое самое интересное все то что в больших больших проектах используется вот этому все используем и об этом и сейчас тоже скажу просто одной одним блоком фраз которыми расскажу все то о чем я обещал сейчас рассказать в общем все получается я вас приглашаю под этим видео еще раз напомню есть ссылка на документ есть общая информация там есть мои контактные данные напишите я вам дам информацию добавлю в наши чаты рабочие группы поддержки методологии обучения в общем все это вам да а теперь грустные части какая грустная часть вот казалось бы получается да хорошо а почему мы этим занимаемся три года кто-то спросит ну как бы не спрашивают но мы сами должны себя спрашивать 1 октября 2016 года ведь проект техноком запустился как ну вот что ура давайте делать и многие знают что на самом деле мы если говорить создание умной социальной сети первого блока мы ее уже делали но на одной технологии потом на другой технологии 3 сейчас 4 реализация идет и вот наши курсанты пока там 3 работает 4 делают еще лучше это ну во-первых практическая задача на это очень хорошие технологии это важно интересно но она была создана не просто так чтобы чем-то занять людей хотя и для этого стоило бы тоже создать потому что чтоб давать реальные задачи нужно можно было бы это сделать важная вещь что у нас есть опыт но у меня например я с 19 лет занимаюсь вопросами какой-то общественной организации рассказывал что там в 5-6 лет и вместе с моей мамой ходил университет марксизма ленинизма я там обещал построить коммунизм и я там не всю жизнь этим занимался но там в определенные периоды своей жизни я там начинал задумываться что я могу сделать что я обязан сделать конечно итоге что я блин не просто обязан должен сделать а прямо сейчас должен начать сделать в общем где-то с 19 лет а в этом месте мне исполнилось 36 и соответственно вот этот вот уже там 17 лет можно сказать около того я так или иначе с разной степенью погружения этим занимаюсь у меня есть определенный опыт в общественной организации людей в рамках общественной сферы создание бизнеса работы на крупных компаний у меня вообще вот из нашего коллектива не то что там какой-то самый преобладающий опыт есть товарищи которые там большее количество лет работали там скажем в рамках каких-то общественно-коммунистических общественно-политических каких-то направлений есть кто работал больше на какими-то крупными проектами вместе у нас прям очень большой опыт до исходя из этого мы видим что у нас да мы создаем всемирно автоматизированную систему на социальная сеть это все помогает при помощи умных методологий нажал на кнопку в будущее человека понесло роботы его сюда добавили туда добавили человек просто высказал какие-то свои общие мысли предпочтение его там дальше уже роботы получили да там далее четкий план действий это все правильно все нужные мы даже этого достигали ну то есть мы делаем а почему мы постоянно отходим назад кто смотрел самое самое первое видео знает что постоянно не получалось создавать это вот им как нужно именно вот по советскому принципу чтобы были советы и вот и в чем это выражается это выражается в таких мелочах которые очень долго описывать но их основная суть что вот это проходит ну вот определенное определенное время и мы видим ну знаете вот вот у нас на разные люди есть строители операторы производственной линии рабочий в общем вообще совершенно среди наших курсантов совершенно разные люди совершенно разные люди которых сейчас вот еще раз часов не час из головы летела чтобы вам назвать у нас включать 61 человек да вот 61 человек это абсолютно разные люди и у каждого из этих людей мы у вас том числе есть опыт в какой-то ну вот сфере в которой вы работаете ну например какой-то операторы производственной линии я когда-то был на предприятии которая занималась разливом бутылированной воды бутылированной минеральной воды да я там видел что вот едет соответственно едет он соответствующий этот линия там едут бутылки в одном месте раздался щелчок и опытный специалист который говорит смотрите смотрите сейчас он там бутылку упадет и вот здесь щелчок раздался на проехала и там на повороте бутылка начала падать но хобан подхватил они там быстро даже не останавливая практически ли не хотя это нарушает технику безопасности и там чик 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 поделали почему но потому что он знает что вот если здесь щелкнула то значит здесь вот ролик он с ним какая-то проблема он там вот она недостаточно состыкованные поэтому в этом месте вот он будет скачок бутылка упадет в общем это называется опыт да почему там я в своей жизни там когда был системным администратором у людей не запускался компьютер сервер какие такие вещи и они пытались его там 10 раз запускать и не запускался но я по определенным мелким причинам знаю что если его минут 30 потыркать он все равно запустится почему потому что этот опыт вот в целом есть опыт и код в создании такого объединения коммунистов при пом и использовании технологии в этой сфере у нас накопился большой опыт и мы видим что вот мы до сюда дошли а сейчас дальше это превратится в то что люди начнут зазывать там больше например айтишников да и у нас начнутся вот эти склойки связаны с тем а что а точно нужен ли вот коммунизм вообще какая-то это немножко не то да и вот это один из наших до моментов у когда мы дошли потом топ-топ-топ назад вернулись и некоторые другие моменты когда ты доходишь до определенного момента и видишь что вот сейчас опять это начнется и начинается первые признаки когда это началось ему такие опять тик 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 уходим в тень там перезагружаемся берем другие технологии другие взаимоотношения между собой другие подходы другую последовательность наших действий в общем на каждом уровне у нас больше получается сейчас у нас все получается опять же ну то есть если говорить по всем направлениям которые мы занимаемся у нас все хорошо есть и признаки того что сейчас все идет успешно и я надеюсь это будет продолжаться на еще раз скажу то что мы возвращаемся назад это не значит все ребята разошлись все там народное предприятие закрыли все там все все разошлись нет но в том значении что вот мы активно распространяем информацию дошли там до какого-то коллектива да и такие дум блин вот сейчас значит вот с этим коллективом пока он не развалился наоборот его нужно сплотить информацию там сильно не распространять в общем на предыдущие разы мы доходили до того что там у людей появилась работа они ее просто делать раньше у нее не было теперь он есть они там смогли заниматься и общественной деятельностью за ним зарабатывают деньги и в принципе появились новые знания в общем на отход назад это только в значении что более широкое распространение информации до приглашение большее количество участников и там типа от час мы весь мир захватим в хорошем смысле для нас этого слова распространим советы ну так вот каждый раз этот возвращение назад было сейчас нам кажется что у нас по первому опять же если там через 150 шагов на которой мы сейчас видим а потом еще пока не видим у нас что такое начнется мы тоже там немножко затихнем немножко дойдем назад и только потом пойдем вперед вот сейчас все получается почему потому что для создания тех самых народных предприятий есть технологии есть специалисты есть заказчики которые просто ждут чтобы мы к ним пришли но не смысле вот вот они сидят ждут просто есть предварительные договоренности людям нужно при сделать определенную работу у них есть определенный план датчут в этом году они начинают делать заканчивают и вот они с этими договорились часть работ мы уже взяли вот следующем году там с января с февраля с марта первый квартал второй квартал тоже нужна определенная работа это только те с которым вот у нас уже есть контакты связи с которым есть предварительные договоренности то есть те люди которые у нас обучается они обучаются не просто вот чтобы потом возможно что-то было уже есть даже наши предварительные договоренности кроме того сфере информационных технологий это тот случай когда работы прям много когда она знаете такая мелкая ты когда по одному там копошишься эта работа такая которая она такая не очень приятная не очень вообще не очень со всех сторон она не очень да когда ты приходишь уже таким коллективом так сказать встроенным ряд рядовый горишь вот смотрите у нас есть успех достижений вот у нас там представители нашего коллектива занимались вот этим проектом а вместе мы уже вот это сделали тогда ты уже говоришь о более больших проектов которым уже интересно работать это только речь про внешнюю автоматизацию ну из безусловно создание умной социальной сети создание роботизированных производств которые у нас там чуть-чуть но двигается создание вот третьего блока виртуальный мир универса коммунистический виртуальный мир и сейчас давайте сразу перейдем перейдем к нему в общем перейдем к нему все казалось бы движется мы туда сюда назад переходим и почему а в целом у нас всех не получается у коммунистов о чем речь но о том что вот у нас да там новые люди движение так далее вот через месяц еще круче будет отлично товарищи создают партии мы говорим о том что безусловно нужны нужна та самая партия нужны не нужны профсоюзы которые создавали забастовочные комитеты мы с этим не спорим мы вот на четкой на четкой основе марксизм и ленизм ударим просто потому что это не создается для этого нужны технологии которые позволят людей взять за шиворот протянуть и не просто чтобы они были видовыми пока вы их тянешь до давать им обучение помогать им понять что это нужно на самом деле им делать очень в общем для этого нужны эти технологии но где-то это все равно делается это очень отлично где-то например люди смогли обучить там 100 рабочих это реальные цифры где-то 100 даже но как правило то звучит там мы обучили 30 по факту из них 10 до 20 как бы ну захотели вот у нас из этого списка активные люди только половина до другие люди так вот постепенно постепенно как-то возможно через некоторое время более проект активность да и вот так же там 30 человек на самом деле 10 а где-то прям что на самом деле 100 ну больше стал от одной из последних информации которая почва это очень круто потому что раньше было 0 а теперь 100 рабочих на самом деле понимают важность диктатура пролетариата понимает что на основе твердом фундаменте марксизм эллинизма достижимо все вот эти наши цели но этот это 100 человек в этот же самый момент нужно понимать что буржуазия последнего тоже данных скажем более 100 тысяч школьников приняли участие в конкурсе мой первый бизнес это реальные цифры вот последние дни до а до этого несколько сотен тысяч человек ну если на говорить по разных этапах на разных вот местах приняли там участие в разных этапах в разных потоках лидеры россии потом здесь там здесь и это все в конечном итоге миллионы людей миллионы людей которые во всех направлениях вот это новая олимпиада олимпиада для рабочих да там скилл как скилл factory немножко забыл как называется ну и кстати как минимум три есть разных одну более 5 и 2 такими не известны о чем речь речь о том что пока мы вот эх 100 человек эх вот еще ох мы какие молодцы там в этот момент буржуазия окучивает миллионы причем что значит окучивает это означает что вот эти люди их сознание под предлогом тому что конечно вы сейчас будете менять все по другому все более справедливо благодаря вашим начиная со школы мой первый бизнес вот эти вот соревнования рабочих и победные реляции что вот это не какие-то соревнования каких-то певцов или что-то это реальных рабочих по но многие не понимает об этом есть победа буржуазии что это соревнование для удержания власти буржуазии это соревнование для того чтобы человек сказал теперь конечно вот у нас к рабочим теперь уделяется достаточное внимание потому что на соревнования среди рабочих уделяется и по первому канал и по второму и вообще по всем центральным каналам об этом рассказываются и как бы человек под грамоты и все круто и это целое движение наше которое это движение для поддержания буржуазии тут но можно еще вот много слов сказать на я по ним насколько я понимаю вы это понимаете вы тоже видите весь этот информационный тренд и нужно себе признаться нужно себе признаться что на сегодняшний день какие-то двери для нас для нашей победы они закрыты я знаю что часто то скажет да нет ты ничего не понимаешь мы нашу революционную партию создаем я скажу что вы молодцы что вы создаете и я безусловно это поддерживаю потому что это нужно правильно важно но ингрид у нас за прошлый месяц было 20 выступлений только за один месяц отлично вас было 20 выступлений но вот эти люди перед которым выступали в их сознание полностью загружена всей этой информацией и после того как они ушли они этой часть работы буржуазии тот факт люди считают что они приобщены к этому самому делу в результате которого будет создана в конечном итоге то самая партия на самом деле у них нет времени потому что они как мы создали группу во вконтакте в которой плюсах уже 1200 человек и таких 1200 групп которые 1200 человек многие из них перекрещены между собой общее общее в разных группах одинаково состоят вы часто одни и те же самые люди это все как раз играет на руку буржуазии мы пытаемся и у нас получается постепенно создать умную социальные сети рамках который не будет бесконечного вала информации но опять же для этого нужно еще определенное количество времени а в социальных текущих социальных сетях задачи которых украсть ваше время для того время вашей жизни для того чтобы преобразовать это в деньги их задача чтобы со всех сторон у вас валилась и человек подписан на все каналы на все группы и вон получает оттуда информацию и вон так сегодня я вот там с товарищами поговорю получил эту информацию и и все с нет сегодня уже устал и завтра и послезавтра и после послезавтра и через неделю через месяц и через год и через два года и так проходит дню день за день за днем год за годом товарищи наши двери возможностей для нашей победы победы над буржуазии закрыты сейчас есть такое слово окно возможности окно возможности когда ну еще так сказать подскочить и засунуть как туда руку открыть окна возможности тоже уже закрыты они уже закрыты все они забиты они забетонированы там колючая проволока силовые поля всем туда не пролезем на самом деле осталось может быть 10 лет у нас осталось может быть 10 лет для того как буржуазия погрузит людей мы фактически виртуальную реальность мы уже сейчас живем сейчас кто-то ха-ха вот чет чувак пересмотрел каких-то фантастических фильмов виртуальную реальность на самом деле люди уже сейчас погружены виртуальную реальность просто многие не понимают для даже если на тебе не надеты какие-то очки дополненной реальности это не означает что ты не живешь виртуальной реальности ты мыслишь вот этими какими-то виртуальными ценностями которые тебе дают ты вы если мыслишь каким-то виртуальным взаимоотношения между людьми через те же самые социальные сети так далее люди уже виртуальной реальности это что в этом пытаемся создать именно коммунистическую виртуальную реальность виртуальный мир универсия это просто как план который вот нужно так сказать налечь и создать и тогда все какие-то игры книги фантастические сюжеты будут соответствовать именно коммунистическое коммунистическому сюжету не противоречить ему но на сегодня здесь и сейчас у нас этого всего нету и завтра это тоже не появится у них это все есть и у нас закрыты двери перед нами закрыто все окна возможностей там сверху где-то там далеко есть маленькое слуховое окно которое тоже закрыто уже закрыт она еще не забита если хорошо налечь и надавить то получится его открыть депут а как это сделать вот многие не понимают к сожалению о том я о чем я говорю что технологии которые в том числе искусственный интеллект технологии виртуальной реальности это последний шаг к порабощению трудящихся и не будет не будет возможности оттуда вылезти не будет никакого нео не будет двух цветных таблеток это все вымысел это все фантазия нет мы будем туда погружены и еще раз я скажу не речь даже не о том что вверх очках дополненной реальности хотя и это уже скоро тоже будет и люди и все это уже сейчас навязывается потому что это выгодно буржуазии и люди говорят спрошу декан не подожди так это не выгодно капиталу потому что тогда они не смогут приумножать капитал капитализму не капиталистам буржуазии не нужен капитализм им нужно нужно рабовладение потому что рабовладение это сейчас при использовании технологий не снижает возможности производства это не снижает уровень их обслуживания уровень их жизни уже сейчас есть роботизированное производство и роботизированные роботизированные устройства в целом для всего что нужно в быть в быту дома да даже сексуальные роботы есть да все есть на текущий момент я все и как таковые люди они нужны уже как рабы просто чтобы вот ими управлять более того их слишком много да это же наша планета по их мнению и людей должно быть меньше потому что засеряет нашу планету думают они вот эти вот которые копошатся какой-то там пластика это все выкидывают так вот буржуазии не нужно капиталистами нужен капитализм нужно и нужно рабовладение и здесь и сейчас я не знаю если у нас 10 лет я не знаю если у нас 10 лет для того чтобы нам объединиться и с этим бороться еще раз повторюсь не будет не нео не таблеток что кто-то из этого вырвется нет это все фантастика на обратной стороне луны не будет кратер в котором где-то там по целым полем будут продаваться космические корабли на которых можно куда-то улететь спрятаться построить свою коммунистическую колонию этого ничего не будет это все фантастика это все неправда этого не будет потому что мы будем порабощены окончательно и бесповоротно единственная возможность которое она очень маловероятно она очень маловероятно практически невозможно практически невозможно но мы можем попробовать в это окошечко маленькое слуховое сверху надавиться на него и она и она еще пока не забетонированы да и туда можно будет проскочить это чтобы каждый человек где вы не находился понимал вы современном мире который нас окружает достаточно хорошо а современный мир это мир технологий через технологии вот раньше нужно будет какие-то вот больше знаний и сейчас они безусловно нужны сфере управления людьми общественно-политические устройства людей это все правильно да это важная часть но теперь над этим технология а технологическая надстройка если мы не будем понимать технологии то ну вот и будет стоять роботу убеждать что ты же такое пролетарий как мы кто-то смет ха-ха какой вот может быть робот федор да которого в куча ли в бухаре кучу денег а он часто учет а вот с одним пистолетиком стоят до бухали кучу денег сейчас одним пистолетиком а через год бухают еще денег и через год еще один nó с этим пистолетиком будет уже автономный ходить а через два года еще в буквы и он будет автонhee и на длительный период времени до а через 10 лет этих федоров будут десятки тысяч и они будут работать да на эти деньги не построить школу больницы спортзалы на них построит федоров федоров с пистолетами но уже это же план буржуазии мне жалко деньги на это это нужно понимать товарищи резюмируя единственная возможность бороться с этим миром сделать его таким как мы хотим это во-первых безусловно изучением артизами низма вторая такая же важная часть изучения того технологического мира который нас окружает каждый человек кем бы он не был где бы он не за ним чем бы не занимался какого бы возраста он не был если у него все еще мозг работает есть какое-то количество времени должен понять как устроены информационные технологии от которых сегодня сегодняшнее человечество все вокруг нас полностью а скоро полностью на сто процентов будет зависеть это одна из причин почему вам нужно стать изучить в том числе наши программы обучения не только наши не будет что а-а-а мир мир погибает только мы можем вас спасти вы можете это делать не у нас вы можете сделать других местах мы местах да вот мы вас тоже приглашаем можете прийти к нам стать программистом мы поможем вам мы вместе организуем народное предприятие кто-то говорит что да у вас не получится вас когда вы начнете разрастаться вам там буду ставить палки-колеса безусловно предыдущем видео ссылка на которую будет под этим видео я рассказывал какие у нас шаги сделать для того чтобы как можно дольше держаться но эти знания они нужны не только для того чтобы создавать народное предприятие в принципе для того чтобы здесь сейчас мы могли организоваться чтобы бороться с буржуазии не только для того чтобы утереть но с каким-то вот этим либерал программистом которые говорят что еще вы понабрали каких-то каких-то рабочих еще они же не знают алгоритм них мозг не заточен них ничего не получится не только для того чтобы утереть им нос хотя это тоже хорошая мотивация чтобы показать всяким вот эти вот либералом назовем их так хотя хочется сказать другое слово что программистом может стать любой человек и у нас это уже постепенно получается но важная главная цель это но прозвучит сейчас маниакально короче говоря товарища спасения человечества и я вам говорю как вот как я считаю не только я на самом деле так только стопроцентное понимание современных технологий все я завершил на сегодня под этим видео есть ссылки на документ в котором есть в том числе мои контактные данные станьте программистом вам поможем это будет не мгновенно будут сложности но коллективное плечо коммунистические отношения между нами позволят рано или поздно постепенно всем получить необходимые знания мы создаем народные предприятия дальше профсоюзы советы и многое другое товарищи присоединяйтесь к нам успехов вам в труде и в отдыхе а